На объектах городской больницы начался косметический, а где-то и капитальный ремонт. В списке плановых работ числятся пять отделений. Подробности в сюжете Инны Борисовой. Строители приступили к работе в больничном комплексе в июне. Сегодня косметический ремонт уже завершен в клинико-диагностической лаборатории. Вы сами видите, пути движения обозначены на крыльце, маяки есть, режим работы, на пандусе сделали, антисказящие устропокрытия, везде сделали таблички на кабинетах, мнемосхема этажа, вот такие работы. Потом во всех помещениях произведена окраска потолков, стен, поменяли люминесцентные старые светильники на новые светодиодные. Кроме этого, здесь уже в сентябре заработает новая лаборатория ПЦР. Ранее для исследований горожан направляли в Ноябрьск. В этом году мы планируем запустить на базе клинико-диагностической лаборатории лабораторию по ПЦР, то есть это анализы с применением полимеральной цепной реакции, то есть это для определения возбудителей заболеваний на молекулярном уровне. Для реконструкции и модернизации вентиляционной системы в разных отделениях на территории больничного корпуса строители прокладывают электрокабели от новой подстанции к зданиям. В прошлом году была смонтирована новая подстанция, более мощная. В этом году от этой подстанции будут прокладываться кабели ко всем корпусам больничного городка. Для того, чтобы в следующем году начать уже капитальную реконструкцию вентиляционных систем, это и в родильном отделении, и в хирургическом корпусе, и в пятиэтажном корпусе. Этим летом капитально отремонтируют терапевтический корпус. Снаружи здание уже давно требует ремонта. Планируется покрасить стены, восстановить разрушенную отмостку. Работы здесь начнутся после определения подрядчика. 19 июля состоятся торги. Работа, значит, такие обшивка фасада, устройство крылец, пандуса, отмостки, устройство кровли. Текущий ремонт будет проведен в хирургическом корпусе. Его также адаптируют для маломобильных групп населения. А вот в акушерском и педиатрическом отделениях покрасят стены и потолки, заменят двери и сантехнику. Ремонтные работы будут преждевременно согласованы с заведующими отделениями, с тем, чтобы нам освободить помещение, и наши пациенты не испытывали никаких либо неудобств. Традиционно в августе закроют на дезинфекцию и текущий ремонт. Родильное отделение пациенток будут направлять в ноябрьский перинатальный центр. На случай преждевременных родов в гинекологическом отделении откроют специальный блок с необходимым оборудованием. Инна Борисова, Петр Хаджаев, Новости Муравленко.